вот я провязала еще 20 рядов по одному столбику вот из каждой петли то есть вначале у нас получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 9 рядов я провязала вначале вот где убавляли и потом еще 20 рядов то есть всего получилось 29 рядов я сейчас провязала из-за прокручивания рядочка видите у меня маркировочная нить сместилась уже вот сюда вот вот и дальше теперь мы будем расширять для этого мы провяжем до 24 столбика у нас здесь 18 в ряду мы увеличим до 24 для этого провяжем один столбик из одной петли второй столбик из одной петли из третьей петли вяжем 2 столбика и так до конца ряда один столбик второй столбик два столбика из одной петли и И опять один столбик, второй столбик и два столбика из одной петли. Следующий ряд провяжем 24 столбика по кругу по одному из каждой петли. Итак, я провязала 24 столбика по одному из каждой петли. Следующий ряд мы снова увеличиваем. Для этого вяжем один столбик, второй столбик, третий столбик по одному из каждой петли. А четвертый и пятый столбики провяжем из одной петли два столбика. Итак, до конца ряда 1, 2, 3 по одному из каждой петли, четвертый и пятый из одной петли два столбика. следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли 30 столбиков один ряд вяжем как я провязала еще один ряд 30 столбиков по одному из каждой петли следующий ряд мы снова расширяем получим 36 столбиков для этого провяжем 1 2 3 4 столбика по одному из каждой петли 5 6 столбики вяжем из одной петли 2 столбика и так до конца ряда 1 2 3 4 столбика по одному из каждой петли 5 6 столбики вяжем 2 из одной петли следующий ряд 36 столбиков провяжем по одному из каждой петли вяжем я провязала еще один ряд 36 столбиков по одному из каждой петли теперь увеличим до 42 провяжем 1 2 3 4 5 по одному из каждой петли 6 7 столбики вяжем 2 столбика из одной петли и так до конца ряда провяжем свяжем 42 столбика получим и потом провяжем по 42 столбика в каждом ряду провяжем 6 рядов вяжем я провязала 6 рядов по одному столбику из каждой петли по 42 столбика в ряду и дальше мы снова увеличиваем теперь будем до 48 вяжем 1 2 3 4 5 6 столбиков по одному из каждой петли а 7 8 столбики вяжем 2 столбика из одной петли и так до конца ряда вяжем и следующий ряд 48 столбиков провяжем по одному из каждой петли я провязала 48 столбиков по одному из каждой петли вот расширили и теперь до 50 до 54 расширим для этого вяжем 1 2 3 4 5 6 7 по одному столбику из каждой петли 8 и 9 столбики вяжем из одной петли 2 столбика и так до конца ряда 1 2 3 4 5 6 7 а 8 9 вяжем 2 столбика из одной петли и следующий ряд 54 столбика вяжем по одному из каждой петли и теперь нужно провязать еще 10 рядов по 54 столбика в каждом ряду вяжем и так я вот связала туловище 10 рядов вернее туловище вот это его шея голова нашего кота вот такой вот он у меня получается вот чем больше игрушка тем сложнее ее показать целиком значит вот такой вот у нас котя сфинкс и нужно теперь для того чтобы это игрушка потом хорошо держала форму и легко управлялась ее нужно посадить на проволоку я вот поскольку мы вяжем все из разных ниток размеры кота у всех будут разные чем толще нить тем больше год и так далее чтобы сориентироваться от я разметила приблизительно для лапы для туловище для хвоста проволоку я скажу так вот длина от головы вот и ретел кладу вот от макушки и вот практически до этого места что я связала сложить если пополам вот получается вот так вот если вот так вот согнуть видите ну может быть немножечко если сверху смотреть немножечко может быть длиннее ну почти столько вот как сейчас связано если сложить пополам это для лап и для передних и для задних вот они приблизительно одинаковые у нас а для головы и хвоста для туловища головы и хвоста мы сложим вот как если бы было для лап вдвое и еще половинку видите вот если вдвое то они вот одинаковые а а если еще вот так половинку загнуть вот получится пополам то вот где то вот будет самое длинное и сейчас мы сделаем вот так вот самую длинную возьмем и вставим ее вот туда в голову сразу будем ее там заворачивать то есть в голове она должна лечь вот так вот у нас немножечко дугой потом завернем сейчас мы туда заведем ее пока вот протыкаем там проволокой голову вот проволока выходит вот у нас насквозь можно сказать вот она ведь у меня уже появляется толкается вот видите вот чтобы ее чтобы она не вылазила у нас потом мы ее начинаем вот плавненько заворачивать вот так вот и дальше проталкивать еще заворачивать вот она мне уже вот тут где-то норовит вылезти я ее поэтому еще сворачиваю сильнее сгибаю чтобы она не вылезла и чтобы она внутри там закруглилась в голове это вот важно чтобы она потом при проталкивании когда мы будем толкать вот и вот шею хвост дергать и шевелить чтобы здесь нигде не вылезла проволока то есть вот таким крючком большим крючком не не малюсеньким а большим внутри там вот мы ее загнули то есть я вот сейчас ее уже не нахожу толстого конца вот я проталкиваю видите уже она вот тут вот кругленько таким вот немножечко выпирает но уходит то есть вот так вот проталкиваем проволоку сюда протолкнули уперли до упора вот так вот и теперь вот тут вот где-то вот посередине первого расширения вот тут нам нужно сделать вот так вот взять за проволоку за эту и сделать соединение вот одного из этих вот сгибов вот согнутой лапы мы его провяжем сделаем вот так вот возьмем эту половинку вот так вот обернем вокруг и выложим туда вот так в ту сторону а теперь вот эту вот длинную вот держим на этом же месте заворачиваем ее внутрь и разворачиваем обратно вот так вниз то есть вот теперь мы получили что вот эта проволока никуда не сместится ни вниз не вверх ни вправо ни влево и теперь нужно будет вот это можно опустить пока вот так вниз немножко проверить вот я проталкиваю проверяю вот у меня вот этот бугорочек вот он находится у меня вот тут посрединке этого туловища вот пока мы не проталкиваем а наполним холофайбером шею и вот эту часть вот сюда вот все это можем наполнить холофайбером ну хотя бы вот эту нижнюю часть и шею наполним холофайбером потом продолжим и так я вот наполнила шею холофайбером и немножко вот тут верхней части вот там вот и так я Вот наполнила шею и частично вот тут верхнюю часть туловища наполнила. И теперь, почему не наполняли мы сразу все туловище и сразу не проталкивали передние лапы. Потому что во время, когда мы наполняем холофайбером, иногда вот эти прокручивания либо выравниваются немножко, либо наоборот еще сильнее прокручиваются. То есть, чтобы не получилось, что когда мы выставим лапы, они окажутся где-нибудь сбоку после того, как мы наполним его холофайбером. Поэтому сначала наполняем холофайбером слегка, вот хотя бы, чтобы шея уже приняла направление. И вот теперь у нас лапки, поскольку вот тут вот есть, мы можем их вывести. Вот смотрим, мордочка впереди. Вот так она у меня лежит. Значит, лапки можно вывести где-то вот тут вот по центру вот этого туловища. Вот тут, потому что потом здесь будет, уже отдельно будем вязать лапы, чтобы их сюда пришить, поскольку проволока торчит, будет торчать и обвязывать вокруг уже неинтересно. Поэтому мы вот так вот сейчас согнем немножко проволоку и протянем ее вот сюда вперед. Это будут лапки. Вот одна есть. И теперь вот так же нужно проделать дырочку напротив, вот когда она лежит на спине, вот на голове, на затылке, скажем так. Теперь мы протянем вторую лапку тоже, чтобы было электрично. На том же где-то ряду. Вот так вот получается. Вот передние две лапы у нас будущие, так сказать, уже имеются в наличии. Теперь можно наполнить холофайбером дальше и более плотно, но пока, поскольку мы будем дальше довязывать, здесь тоже нужно теперь, вот теперь на этом месте, где заканчивается вот вязание наше, мы можем приложить вот задние лапы, то же самое делаем, как и с передними, обводим вот одну вот эту вот так вокруг, закрепляем, вот и теперь одну вот эту тоже разворачиваем вот так вот вокруг и закрепляем ее вот сюда. То есть, чтобы не было смещений ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Все ровненько вот так ляжет. Ну и все, теперь у нас эти лапки, как бы задние, тоже будут потом здесь вязаться. Но мы сейчас пока можем немножечко наполнить холофайбера, так еще просто туда, чтобы потом меньше запихивать его, легче было бы. Поэтому тут часть мы можем точно уплотнить, которая узкая. А здесь, чтобы не сильно мешало для вязания, можем пока плотно не уплотнять. А так слегка там что-то ляжет, пусть лежит. Вот так вот мы наполним сейчас верхнюю часть туловища, а нижнюю... Так уже зацепила ниточку. А нижнюю вот так слегка можем тоже наполнить, но не набиваем плотно, а просто вот пусть там где-то лежит. Это чтобы вот эта вот проволока тоже вот как бы нашла свое положение. Где-то там между холофайбером, чтобы потом она не сильно съехала в сторону. Вот посрединке, чтобы она там где-то лежала. Все, вот так вот наполнили чуть-чуть. Теперь вот эту проволочку, вот эти вот наши лапки задние, мы протолкнем, наверное, тоже вот тут, но немножечко вот так пошире. Прямо вот за соседний ряд, например, вот тут где-то. Вот так вот проведем сюда. И вторую лапку тоже мы проведем сразу сюда, чтобы у нас не было потом сложности с ее проталкиванием. И чтобы они нам не мешали вязать эти лапки. Все, вот лапки легли. И теперь мы их можем вот так вот опустить туда куда-то, чтобы они нам не мешали. И те, и эти вот. Можно даже так слегка их загнуть. Пусть будут вот тут вот где-то. Вот я закрепила, чтобы они мне не мешали. Вот эта часть, которая хвост осталась от туловища. И она пойдет у нас, вот эта длинная часть на хвост вот сюда вот. Ее можно просто слегка вот так подвернуть пока, чтобы она тоже меньше торчала в лицо, не лезла. Вот, но потом ее надо будет выдернуть. Все, теперь нужно продолжить вязание. Прокладываем маркировочную нить и продолжаем вязание. Теперь мы будем вязать, опять вяжем 7 столбиков. По одному столбику из каждой петли. 7 провязали. Теперь 2 столбика вместе надо провязать. 1, 2 провязываем вместе. И снова 7 столбиков по одному из каждой петли. И так до конца ряда вяжем. 7 столбиков по одному из каждой петли. 2 столбика вместе. 7, 2 столбика вместе. Вяжем. Вот я ряд закончила. Следующий ряд мы продолжим убавлять. Для этого сейчас провяжем 6 уже столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 провязали. Теперь 2 столбика вместе провяжем. И дальше опять 6 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, это у меня закончился уже моток. Был полный моток, 50 грамм. Я показывала его. Вот он у меня закончился. Не знаю где у вас там закончится, но имейте ввиду, что вот одного мотка недостаточно, если объем такой же, как у меня по вязанию. Вот второй моток начался. 4, это будет 5, 6. По одному столбику из каждой петли. 7 и 8 столбики провязываем 2 вместе. И так до конца ряда вяжем. Вот я ряд закончила. Следующий ряд опять продолжаем убавлять. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5. По одному из каждой петли. 6 и 7 столбики провязываем 2 вместе. И так вяжем до конца ряда. Вот я закончила ряд. И теперь я хочу сказать следующее. Вот у нас хвост, мы его выдернем. Тот, что мы выводили его, как бы заправляли сюда. Вот тут впереди у нас вот эти вот лапы есть, вот где мордочка впереди. Вот мордочка получается, вот это у нас вот лапы. Лапы передние. Здесь, вот видите, уже начинает прокручиваться. Мне кажется, уже ушло. Да, здесь это ушла лапка туда. Нужно смотреть. Сейчас будем наполнять опять. Нужно снова наполнить холофайбером. Немножко поплотнее вот эту часть туловища. Чтобы понять, куда ее поведет после наполнения. Когда ее набиваем, она немножечко выравнивается или наоборот прокручивается, смотря как она вязалась у вас. Вот нужно вот так вот сюда тоже наполнить впереди и сзади. Держим петлю, чтобы не убежала. И наполняем вот эту часть, животик и впереди и сзади. Все, вот наполнили между лапками вот эту вот часть ближе к верху, которая идет. И вот тут вот посерединке наполняем. Пока еще тоже не полностью, не туго. Но туда вот поплотнее, подальше туда идет, поплотнее наполняем. Вот, теперь мы наполнили. Нужно посмотреть, где у нас ложится затылок. Так, так, лапки пока вот так уберем. И смотрим ровненько. Вот она как у нас легла уже теперь. Так или так, как ее прокручивает. Вот легла так. И теперь нужно вот эту вот часть хвостика нам прямо вот посмотреть на прямую линию, центр от головы. Вот так по шее ведем, ведем линию. Вот тут получается серединка. И вот теперь на вот эти 2-3 рядочка, что у нас мы уже провязали, мы вернемся назад, прям вот тут вот посерединке, где мы держим вот себе центр палец. И выводим сюда хвост. Вот так вот его выведем пока. Оставим туда его назад. Пусть себе лежит. Пока есть такая возможность, не завязана полностью, и можно вот вернуть назад, я чуть-чуть отодвину. Но если у вас вышла тоже такая же проблема, вот на несколько рядочков, можно вернуться, вот чтобы была мордочка у меня вот посерединке лежит. Вот так, вот так, вот так. И чтобы оно было вот в обе стороны симметрично. Здесь у меня вот получается немножко не одинаково. Можно, конечно, завести, но это уже попробую сейчас. Уже немножко сложнее. Нет, уже не хочет проволока поддаваться. Ладно, будем пришивать со смещением тогда, чтобы выровнять вот эту разницу, которая у меня появилась. Если у вас появится такое же, вот имейте в виду, что может такое быть. Вот когда наполняли, все равно, видите, сейчас немножко выровнялось. Было больше прокручено, когда я довязала, и сильнее набили вот эту нижнюю часть туловища. У меня вот эта кривизна, как раз немножечко прокручивание, немножко выровнялось, пошло ближе к прямой линии. Вот теперь. Ну и все. Теперь дальше будем заканчивать вязание. Продолжим. И под конец еще наполним холофайбером. Эти лапки можно все пока тоже вот прижать, там хвостиком прикручить, например, пусть лежат. Вот, чтобы не мешали вязать, не лезли в глаза нам. Вот, продолжим вязание. Теперь вот довязали ряд до конца. Вот, и теперь убавляем дальше. Будем убавлять, теперь провяжем 4 столбика по одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика вместе. 1, 2. Провязываем вместе одной петлей. и снова продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4. И 2 столбика вместе. И так до конца ряда вяжем. Итак, следующий ряд закончен. Следующий ряд продолжаем убавлять. Для этого провяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Теперь 4 и 5 столбики провяжем 2 вместе. И так до конца ряда вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 2 столбика одной петлей. Вяжем до конца ряда. Ряд закончен. Следующий ряд продолжаем снова убавлять. Для этого вяжем 1 столбик. 1 столбик из одной петли. 2 столбик из одной петли. И 2 столбика провязываем вместе. 1, 2, провязываем одной петлей. И так до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик. И 2 столбика вместе. Вяжем. Теперь снова убавляем. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли. И 2 столбика вместе. После этого наполним еще как следует холофайбером. Уплотним уже вот это вот место. И продолжим закрывать дальше. Вяжем 1 столбик. И 2 столбика вместе. Наполнили холофайбером. Уплотнили как следует, чтобы было мягенько тут все. И продолжим вязание. Заканчиваем. Закрывать туловище. Для этого вяжем теперь парами все столбики. Провязываем все петли 1, 2 вместе. Снова 1, 2 вместе. И так до конца ряда. Провязали. А теперь все столбики по одному вот так вот стягиваем пучком. Закрываем все вместе. И прячем, обрезаем ниточку, прячем ее внутри. Убираем маркировочную. И в результате вот мы получили хвостик, который у нас будет еще вязаться отдельно тоже. По-видимому, потому что обвязывать вокруг проволоки будет достаточно сложно. Это будут наши задние лапки. И передние лапки тоже у нас вот так вот будут располагаться. Потом, если где-то у нас будет что-то лишнее, неровное и так далее, там где на лапах и прочее, все это будет регулироваться. Мы сможем сами его отрегулировать. Вот такой вот получается кот. Вот такие у нас здесь вот выходят эти лапки. Мы их когда пришьем уже, те будут держаться, а эти будут фиксировать, чтобы они не гнулись. Всю проволоку, у меня кот большой, много наполнителя, достаточно тяжелый, поэтому у меня получается, он нужно хорошую нагрузку несет. Если у вас котик поменьше, проволочки достаточно. Если не достаточно, сделайте в два сложения. Можете прямо сейчас добавить просто еще одну, чтобы, например, не гнулось. То, что оно там не скручено, будет не страшно. Просто не будут гнуться вот эти вот лапки, как бы они будут держать жесткость. Я вот хочу показать, что в процессе вязания, когда я связала уже лапки, задние и передние, я добавила по второй проволоке. Как я ее добавила, вот взяла обычные вот такие вот отрезки, вот проволочки, которые легла у меня просто вот так вот насквозь, из одной лапы в другую. Я провела вот сюда, вошла, там вышла вот рядышком, причем не в одну вот так, а видите, две рядом где-то вот так вот, чтобы оно даже лучше фиксировалось. И потом уже, когда я пришиваю, я их завожу вместе, вдвоем. Оно так у меня жестче, потому что я попробовала в один арочку, у меня все-таки тяжелая, и лапки не держат, она плохо стоит, они гнулись. Вот, и поэтому я сделала двойные лапки, двойную проволочку, и лапки получились нормальные, жесткость хорошая. И в туловище я тоже вот сюда в шею, в хвост вела тоже вот так вот проволочку, завела ее сюда вот так вот, провела в шею, и туда до головы. И все. То есть оставила, чтобы шею лучше держал кот. Я тоже ввела вот так вот проволоку сюда, вот так. Только в голову в серединку, сильно глубоко не заводила, чтобы она не прокалывалась. Все, до свидания, на следующем уроке я покажу, как связать лапки и хвостик.